в принципе можно делать локальную запись если кто-то хочет я вроде бы как могу да я могу разрешить какому-то конкретному человеку запись локальную всем по видео не могу потому что это нужны настройки аккаунта ну смотрите в общем есть надежда что дальше будет все нормально точно сказать не берусь ну время в общем то уже подошло давайте начнем потихоньку тут еще конечно будет по видео получается значит сегодня мы начинаем новый раздел нашего курса который посвящен связям дискретной математике и алгоритм в общем-то алгоритм здесь понимается в очень широком смысле слова и нас будут интересовать скорее не те алгоритмы которых вас учат курсе алгоритмы структуры данных которые решают какие-то практически важные задачи достаточно эффективно в основном нас будут интересовать алгоритмы которые имеют внятную комбинаторную природу и как всегда при анализе алгоритмов важны три вещи нужно доказать корректность алгоритма нужно оценить время его работы сверху и снизу и вот нас будут поначалу интересовать модели где такие оценки можно получать довольно точные а иногда они будут просто совпадать верхние и нижние оценки вот давайте а сегодня начнем а с модели разрешающих деревьев это далекое обобщение хорошо известной игры я начну как раз с описание этой самой игры вот пусть у нас есть ну давайте следуя традиции игроков назовем алиса и боб алиса задумывает число целое число от 1 до 1 а боб задает вопросы с бинарным ответом то есть вопрос должен быть сформулирован так чтобы ответ был да или нет цель по оба угадать число но конечно хочется это сделать как можно быстрее то есть задав как можно меньше вопрос здесь ресурсом является вопрос то есть сколько времени занимает коммуникация между алиса и бобой мы игнорируем мы считаем в вопросах сложность процедуры считается в вопросах ну и давайте эту задачу пока обсудим содержательно потом я сформулирую более точную модель значит какого количества вопросов достаточно значит это называется верхняя оценка давайте я прям сразу буду вводить нужные нам слова верхняя оценка достаточно вот такого количества вопросов многие знают эту игру давайте просто с ней разберемся аккуратно потому что это некоторая вводная история перед более общей моделью достаточно значит примерно логарифмического количества вопросов а если говорить точнее то нужно округлить двоичный логарифм n вверх до целого числа ну и как должен действовать боб опять таки я думаю что многие знают ну а тем кто не знает я сообщу что алгоритм боба состоит в делении пополам это довольно общий метод который применяется в разных ситуациях и здесь он прекраснейшим образом работает что имеется ввиду в начале боб точно знает что задуманное число давайте его никак не обозначил пусть будет x задуманное число заведомо принадлежит отрезку от 1 н и и боб хочет поддерживать такой инвариант после q вопросов заведомо то есть он себе гарантирует это x принадлежит некоторому отрезку я возначу левый и правый конец отрезка ну да бинарный поиск мне тут написали в чате деление пополам или бинарный поиск это синонимы конечно давайте я все-таки расскажу подробно потому что вдруг кто-то все-таки не знает как это происходит вот боб поддерживает такой инвариант как ему это делать вот допустим после q вопросов он уже знает что x принадлежит этому отрезку как ему да я не сказал еще что хочется хочется чтобы длина отрезка ну примерно было n разделить на 2 в степени q то есть мы хотим чтобы длина отрезка на котором гарантированно лежит задуманное число примерно вдвое уменьшалась и сделать это конечно очень просто к чем состоит q плюс первый вопрос боб спрашивает вернули что x меньше середины отрезка то есть почему это и называется деление пополам вот у нас есть отрезок возможных значений x а мы выбираем середину и после ответа на этот вопрос у нас если x меньше то мы можем перейти к меньшему полуинтервалу а если x больше либо равно то перейти к большему полуинтервалу тут конечно возникает проблема с округлениями поэтому на самом деле давайте я сразу опишу модифицированный алгоритм это довольно частая тоже прием который полезно иметь ввиду значит мы берем округляем n до степени двойки вверх ну это как раз и есть то самое число которое у меня было написано утверждение что с это логарифм двоичный n округленный вверх и бог считает что x в начале принадлежит прям отрезку от единицы до двадцати степени с то есть он все усложняет задачу два степени с может быть больше чем n и он добавляет какие-то явно невозможные сущности но мы сейчас увидим что он ничего на этом не проигрывает потому что смотрите тогда этот метод деления пополам гарантирует нам что всегда давайте я прям даже не всегда прям напишу аккуратнее после q вопросов длина интервала становится в точности два степени с минус q потому что если исходный отрезок от степень двойки каждый раз когда мы будем проводить такое деление у нас полученные отрезки они тоже будут если мы посмотрим какую-то степень двойки то вот видно что две половины они будут иметь одинаковый размер и тоже степень двойки то есть когда мы сравниваем с серединой после ответа на этот вопрос мы уже гарантированно знаем что x принадлежит отрезку длины два степени с минус один но это после первого вопроса если мы повторим эту процедуру q раз значит после с вопросов длина отрезка единица но длина отрезка единицы это и значит что мы знаем число то есть число принадлежит отрезку от а до а бог узнал число и с вот как я уже говорил это вот та самая оценка которая была в утверждении вот она как видите не очень сложно на самом деле если не увеличивать до степени двойки а честно делить там с округлением целых частей получится тот же ответ но это требует дополнительного анализа который давайте пропустим желающие могут разобраться с этим случаем а мы давайте посмотрим на нижнюю оценку утверждается что того же самого количества вопросов округление логарифма вверх необходимо вот столько вопросов прошу прощения я допустил вопросов необходимо что значит необходимо это значит что если бог действует по какому-то алгоритму который задает меньше вопросов он в каких-то ситуациях не сможет дать правильный ответ то есть любой корректный алгоритм который я напомню что в алгоритмах нас в первую очередь интересует корректность данном случае корректный алгоритм гарантирует что какое его число не задумала алиса в конце работы своего алгоритма боб это число назовет так вот корректный алгоритм должен задать как минимум вот столько вопросов то есть это нижняя оценка ну и здесь тоже мы используем совершенно классический способ рассуждения в таких ситуациях который называется мощностной метод смотрите пусть у нас есть корректный алгоритм вот он задал к вопросов есть два в степени к вариантов ответов на них ну к вопросов требующих бинарный ответ если вы просто посмотрите на список этих вопросов на список ответов на эти вопросы у вас получится двоичное слово длины к так значит всего есть два в степени к вариантов и если два в степени к меньше n то для двух чисел x1 и x2 различных последовательности ответов совпадают на это можно смотреть как что у нас вход алгоритм боба задает такое отображение вход отображается в последовательность вопросов и ответов и вот если задан ну каких-то ситуациях боб может раньше заканчивать но и только уменьшить количество вариантов но если два степени к меньше n то вот будет заведомо мы отобразим большое множество в маленькой и заведомо это отображение не инъективно мы какие-то два числа должны перевести в одну последовательность ответов но тогда корректный алгоритм не может остановиться не может остановиться после к вопросов ведь смотрите допустим боб хочет задав это количество вопросов выдать ответ но алгоритм должен работать на всех входах корректно вот что он будет делать на входе x1 он может выдать ответ x1 но может выдать ответ x2 и на каждом из этих двух ходов последовательность вопросов одна и та же а бобу нужно выдать какой-то один ответ получается так что корректный алгоритм пока остановиться не может значит мы видим что количество вопросов вот это вот оно необходимо и заметьте что эта задача конечно очень простая но мы ее решили полностью мы нашли точную верхнюю точную нижнюю оценку совпадающие верхние и нижние оценки у нас просто совпали как числа это очень редкая ситуация она только в очень простых вариантах бывает но вот бывает и в сущности мы увидели два довольно стандартных способа как и строить алгоритм так и доказывать нижнюю оценку я сегодня расскажу и чуть более общую схему построения нижних оценок которая гораздо удобнее для более сложных ситуаций но начнем на самом деле с ситуаций в которых прям вот эти вот приемы работают но теперь давайте дадим формальное определение это мы рассмотрели один конкретный пример примеров на самом деле очень много и вы я думаю знаете примеры такого сорта и я по крайней мере точно приведу почему последовательности совпадут ну смотрите для каких-то x1 и x2 совпадут у нас есть n большое число каждому числу отвечает какая-то последовательность вопросов и ответов но всего таких последователей два степени к если два степени к меньше н то смотрите каждому числу отвечает какая-то своя последовательность то есть эта функция и эта функция с большего множества меньше может такая функция не может быть инъективной какие-то два элемента должны перейти но это принцип кроликов вы n большое кроликов хотите посадить в 20 финика маленькая клеток ну какие-то два кролика сядут в одну клетку тут пока ничего сложного нет формальное определение давайте рассмотрим очень общую модель модель вычисления некоторой функции вот есть множество а большое в большой и есть некоторая функция мы хотим вычислить задачи вычислить f от x задача вычисления функции это вообще такая базовая задача для всей теории алгоритмов и ничего удивительного нет но мы будем рассматривать несколько неожиданной ситуации а именно вход x не задан явно все что можете вы делать вы можете задавать вопросы разрешено ну и давайте вопросы сразу конкретизируем вот такого вида принадлежит ли x некоторому множеству подмножеству входов а и с разрешенное множество то есть можно задавать не любые вопросы семейство разрешенных множеств мы фиксируем то есть вот когда мы задаем такую модель которую уже можно как раз назвать моделью разрешающих деревьев семейство подмножеств а с фиксирован то есть нам сказано какие на какие вопросы нам будут давать ответы ну это пока модель постановка задачи то есть вот у нас есть такой ресурс мы можем спрашивать вопросы и нам сообщают ответы дальше когда мы допустим узнаем x нужно еще конечно как-то вычислить функцию во многих случаях именно это считается сложной задачей но вот эта модель разрешающих деревьев она построена в предположении что главный ресурс это вопросы ну вот представьте что ответ на вопрос это результат какого-то очень сложного исследования вся обработка которая потом когда вы уже знаете x нам нужно вычислить конкретное значение функции она вся стоит намного меньше чем то исследование которое надо провести чтобы дать ответ на вопрос на самом деле не вполне искусственная ситуация некоторые задачи этого класса возникли в реальной жизни во время второй мировой войны и ровно по этой причине для экономии получения ответов на вопросы я пожалуй про эту модель говорить не буду кому интересно можете почитать про дизъюнтные коды они очень близки на самом деле к тому о чем я сейчас рассказываю но немножко в стороне мне не хочется на них отвлекаться хорошо а как же устроена сама модель вычисления я сейчас фиксирую определение поэтому мне нужно еще и как-то договориться там я простой ситуации с игрой угадайка в последних двух строчках написано с разрешенное множество а семейство разрешенных множеств фиксировано сейчас будут конкретные примеры там станет ясно что имеется в виду но в сущности речь вот о чем что нам разрешается спрашивать вот такие вопросы x принадлежит такому-то подможеству не для произвольного подможества для некоторого множество принадлежащего списку разрешенных то есть заранее известно какие вопросы нам можно задавать ну совсем примитивный пример который не интересен только одноэлементное множество решается спрашивать верно ли что x вот такой или x вот такой но тогда ясно что ничего интересного не будет с таким разрешенным множеством молки тем не менее вот модель вычисления называется разрешающие дерево почему она так называется сейчас станет ясно давайте сразу напишу английское название сижен 3 кто-то может быть уже его видел поэтому сейчас действительно деревом корневое то есть одна из вершин у нас отмечено как корень и бинарное это означает что ну мне очень decision 3 decision ну в смысле вот решение а 3 смысле 3 бинарное дерево оно обладает таким загадочным несколько свойствам что степени всех вершин равны 1 или 3 но это понятно почему потому что если дерево корневое вот у нас есть корень когда мы двигаемся от корня к листьям у нас каждый раз есть два варианта разветвиться вот такое вот корневое дерево но кроме того про кроме всего прочего каждой вершине в сопоставлено на некоторое множество разрешенное вот из того самого семейства разрешенных множество то есть в каждой вершине дерево кроме листа а что сопоставлено листу лист листу сопоставлено некоторый элемент из множество в большой я напомню что наша модель должна вычислять функцию из а большую из множества большой в большую и вот в листьях дерево написаны ответы теперь как это все работает вот предположим у нас есть вход x как происходит вычисление вот есть флот x мы начинаем с корня в корне записано но это пусть будет f корень в корне записано какое-то множество значит мы задаем вопрос x принадлежит с или нет и да и у нас еще я забыл сказать помечены это можно было бы конечно договориться что лево направо но давайте я лучше просто поставлю метки 1 и 0 значит и переход происходит вот если x принадлежит множеству которая написана в корне мы переходим по ребру которое помечено единице а если x мне принадлежит этому множеству мы переходим по ребру которая помечена нуля всегда можно было бы так расставить чтобы в левом вышли если x принадлежит множество вправо если Это не принадлежит, но удобнее поставить эти метки 1 и 0, потому что мало ли, как нам удобно дерево будет рисовать. Это не очень существенно. И в результате получается, в результате получается путь. Это какие-то множества. А как мы можем... У нас же есть много способов расставить множество по вершинам. Да, правильно. Вот давайте разрешающее дерево. Вот это дерево называется протокол вычисления. Мы будем дальше слово протокол вообще использовать. Есть много разных способов. Они отвечают разным алгоритмам. Сейчас я хочу зафиксировать, какой алгоритм я рассматриваю. Алгоритм он устроен так. Я задаю дерево. К каждой вершине приписываю какое-то разрешенное множество. И указываю, куда происходит переход. В какой из потомков. Для каждого не листа. Я указываю, в какой из потомков мы переходим. Зная ответ на вопрос, принадлежит ли вход множеству записанному в этом листе. И действительно вариантов много, конечно. И внизу листьям мы приписываем какие-то элементы из b. Это можно сделать тоже многими способами. Когда все это сделано, у нас получается некоторый алгоритм действий. И я сейчас описываю, как этот алгоритм реализуется. Мы начинаем с корня. Предположим, что у нас есть какой-то вход x. Мы начинаем с корня и каждый раз двигаемся вниз к листу. То есть мы получаем путь из корня в лист. Давайте я этот лист назову как-нибудь lx. И этому листу приписано какой-то элемент b. Это и есть результат вычисления. То есть смотрите, наша цель вычислить значение функции. b какое-то множество. У нас очень общая модель. Я напомню еще раз, что а и b это какие-то множества. Потом мы это будем конкретизировать. Я сейчас хочу... Такие опки-палки. Прошу прощения, я хотел закрыть. Facebook это страшная сила. Ничего не скажешь. Я забыл отключить уведомления от Facebook. Прошу прощения. Надо вообще все уведомления отключать. Просто не лекции. Наша цель вычислять какую-то функцию. Вот мы это делаем так. Берем x, двигаемся по разрешающему дереву, попадаем в лист, где написан какой-то ответ. Ну вот и получаем. Вот x принадлежит множеству a какому-то. А в корне, который у нас построен по входу x, написан какой-то элемент b. Вот такой вопрос. А получается, а вот вычислить f от x, а у нас, скажем так, а что у нас x из себя представляет? То есть это именно какой-то... Какой-то элемент a. Элемент a. Да. А почему мы вообще не можем тогда вычислить f от x? Мы не знаем, как оно задается? Нам x не задан, конечно. Смотрите, тут вся особенность этой модели состоит в том, что нам x как таковой не дан. Мы можем что-то про него узнавать. Можем задавать некоторые вопросы. Спрашивают, верно ли, что x такое. Если x мы знаем, мы считаем, что вычислить его мы уже как-нибудь сможем. То есть нас интересует не сложность самой функции, мы дальше это будем обсуждать, а сложность ее вычисления, когда нужно выяснять, какой, собственно, вход подан. Это ключевая особенность модели. Но давайте, на самом деле, сделаем теперь проще. Вот была эта простая игра. Давайте посмотрим, что она отвечает этой модели. Вот что у нас здесь множество a и b? И какую функцию мы вычисляем? И какие множества разрешены? Какую функцию мы вычисляем, как вы думаете? Ну, множество a – это, наверное, интервал от 1 до n, да? На каком-то месте m функция равна единице, но всех остальных равна нулю. Мы вычисляем, на самом деле, тождественную функцию. Потом разрешенные множества – это множество всех подмножеств. Да, разрешены все подмножествами. Вот в этой простой модели разрешены все подмножествами. Мы можем задавать любые вопросы, лишь бы они имели вид да-нет. Ну, а тогда понятно, поскольку у нас есть конечное множество, на каких-то ответ да, на каких-то ответ нет. Это и означает, что мы спрашиваем, принадлежит ли x тому множеству, на котором наш вопрос должен давать ответ да. Да, это несложно. Но вот, что действительно выглядит совсем странно, что мы фактически вычисляем тождественную функцию. Это тоже непросто. Потому что x-то нам неизвестен. Функция может быть и другой. Но в данном конкретном случае мы просто вычисляем, поэтому b тоже равняется тому же самому. И алгоритм действий Боба, любой, который приводит к ответу, он устроен как раз вот так, как это дерево. То есть, Боб задает какой-то вопрос. Получая ответ, в зависимости от ответа, он задает какой-то новый вопрос. И так происходит какое-то количество раз. Когда он закончил задавать вопросы, он должен сообщить ответ. И этот ответ должен быть задуманным числом, то есть входом, который у нас есть вот этим алгоритмом. Вот так это устроено. Мы сейчас перейдем к другим примерам, где вот эти разрешенные множества уже будут устроены как-то. Не любые вопросы можно будет задавать. Но, по крайней мере, вот эту простую ситуацию мы точно уже изучили. И видно, что наш анализ в точности про это. В сущности, мы именно эту модель анализировали. Стоит, пожалуй, сказать, что такое сложность. Сложность, как всегда, определяется в два шага. Сложность протокола, то есть вот этого конкретного дерева, это глубина, максимальная длина пути. Дерево может быть неравномерным, поэтому это максимальная длина пути. Из корня в лист. Вот тут у меня нарисовано дерево, оно, вы видите, оно неравномерное. Вот здесь по этой ветке Бог задает раз, два, три, четыре вопроса, а по этой ветке всего два. Ну и где-то задает три вопроса. Такое возможно, мы берем максимум. А сложность функции, нас же интересует скорее сложность вычисления функции, это минимальная сложность протокола, вычисляющего функцию. Почему f от x равняется x? Давайте вспомним, в чем состоит задача Боба. Задача Боба состоит в том, чтобы выдать загаданное число. Теперь я это говорю иначе. Он в модели разрешающих деревья вычисляет тождественную функцию. Почему? Потому что если Алиса берет какой-то вход x, то у Алисы есть какой-то вход x. И Бог его хочет узнать. Он задает вопросы и в конце сообщает ответ, который должен совпадать с этим x. Он мог бы что-то про это x интересоваться какими-то свойствами этого x. Дальше у нас такие задачи будут. Но сейчас в этой игре от него требуется сообщить сам x. Поэтому он вычисляет тождественную функцию. Ну и почему так определяется сложность? Почему же постоянно? Деревья могут быть разными. Значит, вот смотрите. Для каждого конкретного дерева глубина, конечно, определена однозначно. То есть сложность данного протокола с данным деревом, она одинакова. Но дальше, как обычно, мы задачу можем решать разными способами. Протокол – это наш алгоритм. Для вычисления функции f, ну вот при заданных условиях, при заданном семействе разрешенных множеств, мы можем использовать разные протоколы. И какие-то будут работать быстрее, у каких-то глубина будет меньше, у каких-то глубина будет больше. И, естественно, мы хотим выбрать самый лучший алгоритм, который тратит меньше всего ресурсов. Ну, ресурс, в нашем случае, это просто число вопросов. Поэтому мы берем минимум по сложностям всех протоколов. Это довольно стандартная картина, к ней нужно привыкнуть. Так, в общем-то, определяются более-менее для любой модели вычисления. Мы вначале берем конкретную реализацию алгоритма, говорим, как мы измеряем ее сложность. А после этого говорим, что сложность функции – это наименьшая сложность алгоритма, которая вычисляет данную функцию. Тут в этой сравнительно простой модели, где мы сейчас увидим, мы в довольно сложных ситуациях сможем получать довольно точные ответы. Но, тем не менее, сама схема, она ровно такая. В более сложных ситуациях просто нам ничего не удается доказать, на самом деле. Чуть позже я вам про это расскажу. Но схема та же самая. Это некоторая классическая схема, как мы определяем сложность в какой-то модели вычисления. Ну вот, значит, давайте теперь посмотрим на какой-нибудь другой пример. Сколько же можно обсуждать определения без каких-либо примеров. Ну, давайте рассмотрим задачу сортировки. Это тоже, я думаю, многие знают, конечно. Конечно, я подозреваю, что разве что самый последний мой пример будет новым почти для всех. А так, ну я извиняюсь, что поскольку мы начинаем новую тему, то я опять начинаю с очень простых вещей, кто-то что-то знает. Значит, как устроена задача сортировки? Ну, я ее опишу содержательно, так, наверное, вы все и знаете, а потом мы ее перескажем в нашей модели. Содержательно устроено так. Так, у нас есть N объектов. Разрешено взвешивать пары. Сравнить два объекта по весу. Предполагаем, что веса разные у всех объектов. Все веса разные. Цель. Упорядочить объекты по весу. Ну, вот это так содержательно описанная задача. А теперь, как она в нашей модели? Что у нас является функцией, что является множеством A, что является множеством B. Давайте посмотрим. Вот у нас есть объекты. Их N штук. Давайте я их как-то расположу в какую-то последовательность. И это просто номера объектов. Но есть еще другое упорядочение. Давайте я как-нибудь припишу. Поскольку я буду писать те же самые числа, давайте для наглядности я их буду писать в индексах. То есть, вот каждый из этих объектов, они все имеют разный вес, поэтому я их упорядочиваю по весу. И вот фактически, что у меня есть? У меня есть, вот изначально я знаю, что есть просто N объектов, но они как-то упорядочены по весу. Задать эту ситуацию можно перестановкой. То есть, вот это вот, то, что здесь написано, это просто перестановка. А можно же это представить как функцию из множества весов объектов в какую-то перестановку этих объектов? Ну, дело в том, что нам заданы именно N объектов, а не один вес. Если вы говорите про функцию из множества весов, это значит, аргументом будет одно число. Ну, нет, из множества множества весов объектов множество перестановок. Ну, это можно, но это только усложняет ситуацию, и это усложнение нам никак не поможет. То есть, смотрите, здесь мы, тут у нас есть некоторый выбор, как эту неформальную задачу формализовать. И здесь мы действуем самым таким простым, естественным способом. Мы просто берем и считаем, что у нас объекты как-то упорядочены по весу. Ну, поскольку мы можем только сравнивать объекты, можно вообще считать, что объектов веса 1, 2, 3, N. Мы не знаем, какие они на самом деле, но нам важен только их порядок. И мы как-то объекты волюнтаристки расставили, и у нас там стоят эти самые объекты. То есть, получается перестановка. Значит, А – это множество перестановок. А что мы хотим найти? А мы как раз и хотим найти перестановку. Мы на самом деле живем примерно в той же ситуации игры «угадайка». И функция опять тождественная. Мы, если бы нам сказали, как вот наши N объектов, которые мы как-то расставили упорядочены по весу, то есть задали бы, вот мы их как-то расставили в каком порядке, а нам еще сообщили, как они упорядочены по весу. Задача уже решена. Извините, а что за значок вы там написали? Вот B меньше, чем… B равно просто, прошу прощения. Ну, мне надо задать два множества. Множество в данном случае совпадает. Хорошо. А как же устроены разрешенные множества? Они имеют такой вид. Это множество перестановок. Они задаются двумя индексами. И, 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 и это такое множество перестановок, что P от I меньше, чем P от G. То есть на этом месте стоит число меньше, чем на житом месте. Ну, действительно, мы хотим два объекта. Вот этими номерами, которые внизу написаны, мы можем распоряжаться по собственному усмотрению. Мы можем спросить, то есть взвесить. Взять второй объект и четвертый взвесить. Что мы узнаем? Мы узнаем, что в нашей перестановке, допустим, на втором месте стоит более или меньшее число, чем на четвертом. Значит, этот объект легче. Ну вот и получим, что все перестановки, которые дают такой ответ, они все образуют вот это разрешенное множество. То есть, когда мы задаем такой вопрос, мы узнаем, что наша перестановка принадлежит именно этому множеству. Ну, а если ответ противоположный, то мы знаем, что наоборот P от I больше, чем P от G. У нас перестановки одинаковых чисел нет. Все. Теперь можно решать задачу. Найти сложность тождественной функции в модели разрешающих деревьев. Давайте я ее как-нибудь обозначу. Сорт N. Что мы можем сразу сказать? Мы можем сразу сказать нижнюю оценку. Сорт N заведомо не меньше, чем двоичный логарифм N факториал, ну, округленный вверх. Почему так? Да потому что, смотрите, игра в угадайку разрешает нам использовать, мы вычисляем ту же самую тождественную функцию, как в игре в угадайку. Но в игре в угадайку нам разрешается задавать любые вопросы. А здесь только какие-то. Но если, задавая произвольные вопросы, мы не можем обойтись меньше, чем вот этим количеством вопросов для вычисления тождественной функции, то ясно, что если нам еще слегка связали руки, то количество вопросов заведомо будет не меньше. То есть с нижней оценкой все просто. Теперь давайте построим верхнюю оценку. Найдем. Она будет выглядеть так. Чем-то похоже, но теперь это сумма логарифмов чисел от 1 до k. Каждый логарифм мы округляем. Почему функция 5-тождественная? Потому что нам нужно, смотрите, в задаче сортировки наша цель упорядочить все объекты по весу. То есть мы должны восстановить всю эту перестановку. То есть мы должны сказать, что на первом месте стоит второй по весу объект, на втором месте первый по весу объект, на последнем третий по весу объект. Поэтому мы должны выдать всю эту перестановку. Поэтому функция 5-тождественная. Если пытаться это пересказывать в терминах игры, Алиса задумала эту перестановку. А мы можем задавать вопросы про пары элементов, где стоит больше, где стоит меньше. Нам только теперь такие вопросы разрешены. Не, я просто спрашиваю, что вот в первом же нам надо было только один элемент найти, а тут надо, получается, места всех найти. Да, но x у нас теперь перестановка. Теперь входом является перестановка. И нам нужно эту перестановку найти. Там x было числом, а здесь это перестановка. Ну, алгоритм, на самом деле, очень простой. Он состоит из рекурсивного применения алгоритма. Значит, в начале, на первом шаге, алгоритм для n. На первом шаге сортируем n-1 объект. Ну, вот за нужное количество действий. То есть, один объект вообще не трогаем. А теперь на втором шаге что мы делаем? У нас уже есть отсортированные объекты. И у нас есть какой-то новый объект, вот W. Нам нужно найти его место в этой упорядоченной последовательности. Верхнюю оценку мы еще не получили. Я сейчас ее получаю. Нижняя оценка получается просто из того, что у нас задача сложнее, чем задача в угадайке. Сколько у нас позиций? У нас позиций, смотрите, W может быть самым легким, самым тяжелым, или стоять где-то между. Всего есть n мест для n-2 объекта. У нас тут n-1. Как обычно, если у нас отмечено n-1 число, то они разбивают весь отрезок на n-интервалов. Что существенно, что теперь можно применить двоичный поиск. Ну, мы берем средний элемент, сравниваем с ним. После этого мы знаем, что дубль в левой или в правой доле. И так и продолжаем. То есть, фактически, двоичный поиск, он работает в данном случае, потому что сравнивать середину и отрезка нам разрешено. Мы можем сравнивать два объекта по весу. И поэтому, чтобы выбрать из этих n мест, нам нужно еще дополнительно, нужно вот как раз такое количество сравнений. То есть, чтобы раз мы уже n-1 объект сортировали, у нас остается всего n вариантов возможных сортировок. То есть, нам нужно указать положение последнего объекта. Но это положение мы можем выяснять попарными сравнениями, просто сравнивая, поддерживая опять такой же инвариант, отрезок, мест, куда можно вставить последний объект. И на каждом вопросе его можно уменьшать вдвое, сравнивая с серединой отрезка. А как этот алгоритм соотносится с деревьями? Ну как же соотносится с деревьями? Вот смотрите. Вот мы начинаем задавать вопросы. Вот в начале вопросы задаются про n-1 объект. Как-то. Потом, когда мы уже вот здесь, мы знаем упорядочение n-1 объекта. Что мы делаем дальше? Дальше мы начинаем задавать вопросы. Вот левая, правая половина. Ну я имею ввиду больше и меньше. Давайте я буду левая, правая половина. Выбрали. Дальше мы спрашиваем опять левая или правая половина. То есть у нас происходит вот такое вот. Тут уже дерево двоичное. И вот вопросов здесь как раз вот столько. Описание этого дерева такое рекурсивное или индуктивное. То есть мы считаем, что у нас уже описано дерево для меньшего количества объектов. Ну скажем, для одного объекта дерево тривиальное. Оно состоит только из корня. Нам вопросов задавать не нужно. Для двух объектов оно состоит, конечно, мы задаем один вопрос. У нас есть два варианта ответа. Один тяжелее или другой тяжелее. А дальше мы начинаем вот такую вот надстройку. То есть у нас деревья, они построены по такому индуктивному правилу. Мы берем предыдущее дерево и к его листьям доклеиваем новые деревья, чтобы поместить последний НТ объект. Получается такой вопрос. А оно разве в таком случае не должно как бы от листьев строиться? Потому что для Н-1... Как мы можем узнать, например, отсортировку для Н-1 объектов, если мы не знаем, там, для Н-2 и так далее? Нет, ну смотрите. Вот мы вначале отсортируем первые два объекта. Это будет вот, ну, дерево совсем простое. Дальше мы должны будем третий объект сюда вставить. Мы будем задавать вопросы, которые сравнивают третий объект с первыми двумя. Для этого нам потребуется, на самом деле, уже два все-таки вопроса. Ну, дерево будет неравномерное. Давайте я для простоты напишу. То есть вот здесь это мы отсортировали 1-2. Здесь будут отсортированы уже 1-2-3. Дальше мы возьмем четвертый объект и начнем его сравнивать с предыдущими тремя. Это будет следующий уровень. Вот здесь у нас уже будут отсортированы 4 объекта. От листьев строить сложнее. Алгоритм, который я описал, он устроен именно так. Потому что, ну, посмотрите, тут же все написано. Мы вначале выполняем сортировку первых n-1 объекта, а дальше еще что-то делаем. Вот это в дереве так и отображено. Вначале мы сортируем первый n-1 объект, потом выполняем какие-то еще действия. У нас время идет сверху вниз, от корня к листьям. Про нижнюю оценку все очень просто. Эта нижняя оценка получается так, что в задаче сортировки мы тоже вычисляем тождественную функцию. И мы уже знаем нижнюю оценку для случая, когда разрешены все множество. А теперь у нас разрешены не все. Нижняя оценка может от этого только увеличиться. Но мы вот такую нижнюю оценку сразу получаем. На самом деле, в общем-то, известно, что эти оценки неточные. Вот в частности, нижняя оценка неточна для 12 объектов. Это результат компьютерных вычислений. Я не умею это объяснять. Некоторые люди умеют. Я даже слушал доклад на семинаре, но, честно скажу, сейчас подробностей не помню. Для больших чисел они что-то умеют делать. Верхняя оценка тоже неточная. Для пяти объектов можно доказать, что достаточно семи сравнений. Вот та самая нижняя оценка, которая у нас есть. Верхняя оценка нам доступна. Но, с другой стороны, конечно, вот эти верхние и нижние оценки, они не очень сильно отличаются. Если мы посчитаем разницу между ними. Я думаю, вы видите, что это очень похоже. n факториал – это произведение первых n чисел, а логарифм – произведение суммы логарифмов. То есть здесь мы берем для каждого логарифма k, отдельно округляем вверх, а здесь мы вначале считаем сумму, никаких логарифмов, потом округляем вверх. Но ясно, что разница не больше, чем n, потому что у нас для каждого k мы можем здесь добавить единичку. Если мы будем сравнивать вот эту сумму с суммой просто логарифмов k, то в каждом слогаемом у нас может добавиться не больше единички, то есть не больше n, поэтому разница не больше, чем n. И это, конечно, о малое от этих оценок. Это, я думаю, вам понятно. n факториал растет примерно как… Ну, n факториал, он больше, чем… Ну, что, ну, какая-нибудь простая оценка, там, n пополам на n пополам. Тогда, если вы возьмете логарифм, у вас получится n умножить на логарифм n, а тут просто n. Таким образом, разница о малое. Так что, хотя оценки расходятся, и это до сих пор нерешенная задача, и некоторые люди до сих пор пытаются найти точную оценку в задачи о сортировке. И там есть улучшения, и, по-моему, и нижних, и верхних оценок улучшения очень незначительные, но, тем не менее, они есть. Но разница, тем не менее, небольшая. Борьба идет уже вот за вот эту вот разницу в n, которая сильно меньше, чем общее количество сравнений. Но n все равно довольно большое число, и всегда есть люди, которые говорят, ну как же, давайте все-таки добьем. Хорошо, значит, это то, что касается задачи сортировки. Тут самое время, я немножко отстаю от своего графика, но ничего, в конце концов, сдвинемся на следующую лекцию, если уж совсем буду отставать. Давайте еще обсудим, что такое неадаптивный алгоритм. И адаптивный алгоритм. У нас были адаптивные. Это такое стандартное понятие, которое хорошо бы тоже вам сказать, чтобы вы знали про него. Вот в этом случае Следующий вопрос зависит от предыдущих ответов. А здесь список вопросов составляется заранее. Ну вот вам требуется какой-то бюрократической инстанции что-то узнать. Там может оказаться, что самое большое время это вообще подать им заявление, и тогда лучше сразу спросить что-то много, чтобы не тратить времени на саму подачу. Ну, а в принципе, просто это две разные комбинаторные задачи. И игра в угадайку и сортировка, они различаются в этом отношении. Значит, игра в угадайку. Неадаптивный вариант. Теперь Боб должен список вопросов составить заранее. Тем не менее, верхняя оценка та же самая. Нижняя оценка, разумеется, сохраняется. Адаптивные и неадаптивные алгоритмы. Нижняя оценка, разумеется, для неадаптивного алгоритма только больше, может быть, чем для адаптивного. Потому что мы себе опять связали руки. Смотрите, ведь если у нас есть неадаптивный алгоритм, его можно сделать адаптивным. Просто будем задавать эти самые вопросы, не обращая внимания, какие ответы получим. То есть дерево в этом случае будет как раз полным бинарным. То есть оно у нас будет таким равномерным. Но верхняя оценка в игре угадайка та же самая. Как составить список вопросов? Не зная ответов. Очень просто. Итый вопрос. Верно ли, что итый бит двоичной записи n и x, извините, у нас число x равен 1? Вот вопрос. Ясно, что если я задам вот такое количество вопросов, я просто узнаю все биты двоичной записи x. Потому что это бинарный вопрос. Итый бит двоичной записи x либо 0, либо 1. зная ответ на итый вопрос, я знаю итый бит. Если я спрошу про все возможные, мы знаем, что x принадлежит интервалу от 1 до n, значит, битов не больше, чем вот такое вот количество. И если я спрошу про все они, то я и x найду, я просто выпишу двоичную запись x, это и значит, что мы нашли x. А вот в случае сортировки нижняя оценка намного хуже становится для неадаптивного алгоритма. Нам нужно сделать все сравнения. Всего у нас есть пара и бинамиальный коэффициент из n по два вариантов и мы фактически должны сравнить все пары, оказывается. То есть, мы можем задать такой список вопросов вот для каждой пары и и жи спрашиваем и легче же или тяжелее же. Ну вот, после того, как мы знаем все эти ответы, у нас получается уже мы, естественно, можем упорядочить. Меньше мы задать вопросов не можем. Как устроена нижняя оценка? Предположим, пусть задано меньше, чем общее количество пар вопросов. Тогда есть пара, про которую не спрашивали. ну смотрите, давайте рассмотрим такой вариант входа. Вот у нас все остальные объекты легче, и ты легче, чем и ты и жи ты, а и ты легче, чем жи ты или жи ты легче, чем и ты. Два разных входа. Поскольку мы про и ты и жи ты объекты не сравнивали между собой, то ситуация ее невозможно различить. Все сравнения с остальными объектами литого и житого просто одинаковые. Поэтому если мы подали такой список из к вопросов, вот эти два входа мы различить не можем по ответам на эти вопросы. Значит придется спрашивать все. Ну вот это вот существенно. Неадаптивные алгоритмы иногда бывают даже интереснее адаптивных. Но давайте пойдем дальше. Рассмотрим наконец пример нетождественных функций, но все равно очень простых. Это всякие задачи провзвешивания. У нас опять есть объектов, которые теперь уже часто называются монетами. То есть множество а у нас по-прежнему множество перестановок. Давайте пусть будет. А вот вычислять мы будем другую функцию. Вот смотрите, скажем найти самую тяжелую. Это то же самое, что указать место. То есть мы хотим найти позицию позиции единицы в перестановке. Допустим, мы упорядочим от тяжелых к легким. То есть у нас есть какая-то перестановка, где-то стоит единица. Нас не интересуют подробности остальные перестановки, нам нужна только позиция. Поэтому b в данном случае уже будет таким множеством. и функция она устроена довольно хитро. На перестановке писа поставляет позицию единицы. Ну, тут тоже все очень просто. Верхняя, давайте пусть будет верхняя оценка, она проще. нужно n-1 сравнение. Я думаю, всем понятно, как это делается. Опять-таки индуктивный алгоритм. Допустим, мы взяли какую-то монету, мне сейчас удобнее про монеты говорить, вот скажем, первую и вторую, и сравнили их. Та, что легче, отбрасывается. Дальше ее уже можно не сравнивать, она точно не самая тяжелая. Мы уже знаем, что она легче какой-то. И дальше сравниваем оставшуюся n-1 монету. Опять-таки применяем индуктивное сравнение. Здесь как раз у нас дерево будет строиться иначе. Мы вначале сравниваем с первым и потом применяем алгоритм, но уже у нас когда будет происходить уветвление после вот этого сравнения с первым, вот здесь у нас в любом случае у нас здесь n-1 монета, но множество разное. Вот здесь это множество 1, 3 и далее n, а здесь это множество 2, 3, n. Мы отбрасываем одну из двух монет. Ну, я думаю, это совершенно понятно, что такими попарными сравнениями, если мы пройдемся по всем монетам, то мы найдем то, что нужно. Нижняя оценка такая же, это тоже очень простая задача, тоже n-1. Доказательства уже чуть более интересны. Давайте рассмотрим граф нам в этом самом множестве 1n и мы связываем ребром две вершины, если было сравнение. граф граф динамически строится динамически, он зависит, конечно, от входа, но граф такой в результате работы протокола мы построить можем. Если вопросов меньше, чем n-1, граф обязательно не связен. вот давайте возьмем одну компоненту связности ну и все остальное. Вот между этими парами монет сравнений точно не было, потому что если у нас вопросов меньше, чем n-1, мы знаем, что любой граф, в котором ребер меньше, чем n-1, он не связан. То можем выделить вот такое множество его дополнений, между которыми вопросов не было. Но смотрите, со всеми полученными ответами согласованы две совершенно разные ситуации. В одной ситуации все монеты из C тяжелее всех монет из C-штрих, а в другой ситуации все монеты из C легче, чем все монеты из C-штрих. И та, другая ситуация возможна. Но в одной ситуации самое тяжелое будет в компоненте C, а в другой ситуации вне компонента C. Значит, ответы будут разными, а вопросы-то были одни и те же. значит, такое невозможно. Ну вот, это следующий пример. И теперь мы постепенно подходим к более интересным примерам. Ну, может быть, даже и успеем. Значит, давайте я сейчас сформулирую задачу. Она очень похожая. найти самую тяжелую и самую легкую. теперь у нас множество B, там у нас множество B состояло из одного индекса, теперь множество B должно состоять из двух индексов. мы указываем вначале самую тяжелую, потом самую легкую. То есть, задача очень близка и ясно, что есть верхняя оценка 2N-2. Почему? Потому что ясно, что найти самую легкую монету и самую тяжелую монету это задачи примерно одинаковые. просто мы в одном случае отбрасываем ту, что легче, а в другом случае будем отбрасывать ту, что тяжелее. То есть, это заведомо нам достаточно. То есть, вот такого количества вопросов достаточно. Но теперь, если мы попробуем доказать такую нижнюю оценку, у нас ничего не выйдет. Эта верхняя оценка неточная. Давайте я сразу приведу уточнение. То есть, оказывается, можно не 2n, а примерно 1,5n вопросов. Ну, с точностью до константы задать. То есть, удивительным образом, если мы решаем две задачи, это сделать можно быстрее, чем если мы решаем одну. Ну, решаем их по очереди, порезен. Давайте я приведу только для случая четного n. Два раза верхняя оценка записана. Да, но это две разные верхние оценки. Это верхняя оценка тоже. Верхняя оценка означает, что здесь стоит неравенство меньше либо равно. Нам достаточно столько вопросов. Но, как обычно, мы какую-то величину оцениваем. можем лучше оценить, а можем хуже оценить. Давайте для простоты я буду считать, что n четно. Тогда вот, что мы сделаем. Мы вначале разобьем монеты на пары и сравним пары между собой. Пару у нас будет как раз k штук. Из-за этого мне не хотелось с нечетным разбираться, потому, что тогда осталась бы одна монета, с ней что-то надо было бы делать, даст какую-то хорошо, но теперь мы знаем, допустим, я расположил монеты в порядке сравнения. Вот эти легче, а эти тяжелее. Самую тяжелую уже нужно искать среди этих. А самую легкую среди этих. у нас было k сравнение и теперь мы должны сделать еще k-1 сравнение, чтобы найти самую тяжелую в верхней половине и k-1 сравнение, чтобы найти самую легкую во второй половине. получается как раз 3k-2, то есть ровно то, что я обещал. Корректность алгоритма очевидна, потому, что после того, как мы сравнили все пары, в каждой паре определилась та, что тяжелее и самая тяжелая должна быть среди этих, которые в первом раунде оказались тяжелее, а самая легкая среди тех, которые в первом раунде оказались легче. Ну, вот, самую тяжелую мы находим вот за такое количество шагов. Давайте я прям припишу самая тяжелая, самая легкая. теперь наша цель построить нижнюю оценку. Она будет такой же. То есть, такое количество вопросов необходимо. И вот здесь уже задача более сложная и рассуждения, которые я приводил раньше, они работают не очень хорошо. Я сейчас объясню вообще, что мы будем делать. Вот это некоторая общая идея, связанная с нижними оценками для алгоритмов. Верхняя оценка для алгоритма получается обычно так. Мы строим алгоритм, анализируем его, получаем оценку на сложность его работы. Но если мы хотим получить нижнюю оценку буквально по определению, все становится сложнее, потому что мы хотим сказать, что никакой алгоритм не простой модели разрешающих деревьев нелегко. А в случае более сложных алгоритмов выглядит абсолютно безнадежно. Поэтому люди давно придумали такой интересный трюк. Надо свести вопрос построения нижней оценки к построению некоторого алгоритма, который относится к нашей задаче, но, конечно, не решает саму задачу, а решает что-то относящееся к задаче. И вот в случае разрешающих деревьев это очень мощный метод, на самом деле при известных модификациях он все время используется. Есть мощностной метод, но его можно пересказать в терминах метода противника. Этот называется метод противника. В чем состоит суть этого метода? Противник придумывает вход. То есть смотрите, у нас теперь ситуация такая. Протокол задает вопросы, но ответы на них дает нечестный игрок, нечестный Алиса, а вот некоторый зонамеренный противник, который хочет заставить протокол работать как можно дольше. То есть он что должен сделать? Он когда у него уже есть последовательность заданных вопросов и ответов, он немножко связан. Но нужно соблюдать согласованность, ему разрешается, не то что разрешается, стратегия противника будет состоять в том, что исходя из тех ответов, которые есть, дать ответ на следующий вопрос, который усложняет жизнь протоколу как можно сильнее. Что это означает? Предположим, что у нас протокол задал сколько-то вопросов К, и с ними согласованы, с ответами согласована больше одного входа. Тогда протокол еще не может в этом месте закончить работу. То есть фактически стратегия противника это способ действий, способ давать ответы, которые были бы согласованы, но которые довольно долго согласованы не с одним входом, а с нескольким. И теперь, после того, как мы так переформулировали задачу, построение нижней оценки снова сводится к тому, что мы умеем делать хорошо. Мы должны построить алгоритм только теперь для противника. Давайте подумаем, как в этой задаче должен действовать противник. Противник будет поддерживать такую структуру. L это те монеты, которые легче во всех сравнениях. То есть после нескольких вопросов он на монетах такие два множества поддерживает. То есть когда мы берем какую-то монету из L, все сравнения оказывались, указывали, что она легче. И хотя бы одно сравнение сделано. То есть другими словами L это кандидаты на самую легкую монету. Ясно, что если монета хотя бы в одном взвешивании оказалась тяжелее, она уже самой легкой не будет. А H это то же самое, но это монеты, которые тяжелее во всех сравнивают. И вот теперь стратегия противника. Значит задается вопрос сравниваются две монеты и J. Как должен отвечать противник? противник говорит, что I легче J, если J принадлежит кандидатам в самые легкие, а J не принадлежит кандидатам в самые легкие. Или наоборот, J принадлежит кандидатам в самые тяжелые, а I не принадлежит кандидатам в самые тяжелые. То есть смотрите, стратегия противника такая, он смотрит на те монеты, про которые задается вопрос. Если одна кандидат в самые легкие, а другая нет, то он сохраняет этого кандидата. Он отвечает, что эта монета легче, чем та, с которой сравнивается. Или наоборот, если одна из монет, кандидат, самые тяжелые, противник опять-таки сохраняет этого кандидата. То есть, другими словами, чтобы уменьшить множество кандидатов на легкую или на тяжелую монету, мы должны сравнить две монеты из этого множества. Иначе у нас ничего не выйдет. Иначе это множество не уменьшится. А в конце, заметьте, что у нас эти множества L и H, вначале они, конечно, пустые, потому что вообще никаких сравнений не было. А в конце они должны содержать, если работает корректный протокол, они должны содержать ровно по одному кандидату. Потому что в тот момент, когда протокол дает ответ, если бы было два кандидата на самую легкую, то мы не могли бы дать корректный, правильный ответ. Какую бы монету мы ни назвали, есть вход, когда легче другая. Значит, смотрите, что делает противник на первом шаге? Да, он дает в остальных случаях, извините, это я не договорил, в остальных случаях ответ произвольный. То есть противник следит вот за такими вопросами. А в остальных случаях он дает какой-то произвольный ответ. Поэтому при первом сравнении у него как раз появляется один кандидат самый легкий, один самый тяжелый. И ему все равно, кто куда попадет. Ну, монеты, какая ему разница, как они называются. Как доказать нижнюю оценку? Нам нужно теперь доказать, что если вопросов задано меньше, вот пусть количество вопросов меньше вот этой границы. Даже не так. Я не от противного, я буду напрямую. Нижняя оценка числа вопросов. Извините, можете, пожалуйста, сказать, какое слово написано перед словом «протокол»? Корректный. Спасибо. Вот смотрите, у нас есть сколько-то монет. И мы сейчас укажем для каждой взвешивание, первое взвешивание, в которое монета входила. Что ж такое? Я начинаю торопиться, у меня все из рук начинает валлиться. Да что ж. В общем, для каждой монеты я указываю первое взвешивание, которое входило. Здесь будет не меньше n пополам взвешивания. Почему? Потому что взвешиваются ровно две монеты. Каждое взвешивание может стать первым только для пары монет. А у нас всего монет n. Значит, всего таких взвешиваний, и они все разные. Ну, из-за того, что мы взвешиваем только по две монеты. А теперь мы еще указываем для каждой монеты и то взвешивание. После первого взвешивания каждая монета попадает в одно из множеств кандидатов. Если она легче, она попадает в множество кандидатов на самую легкую. Если тяжелее, то на самую тяжелую. А вот для каждой монеты мы еще указываем, не для каждой, а для всех, кроме двух. Мы указываем то взвешивание, на котором она выбывает из кандидатов. Стратегия противника гарантирует нам, что выбывает всегда из кандидатов не более одной монеты. Потому что, чтобы монета выбыла из кандидатов, нужно сравнить две монеты внутри множества кандидатов. Тогда одна выпадет, а другая останется в любом случае. Поэтому вот здесь все взвешивания разные. Их не меньше n-2. То есть у нас в конце осталось же всего две монеты, которые остались в множестве кандидатов. Для каждой остальной монеты мы должны найти взвешивание, на котором она выбыла. И все эти взвешивания различаются. Это нам обеспечивает как раз стратегия противника. То есть, видите, мы теперь анализируем ситуацию. У нас мы строим алгоритм для противника. И этот алгоритм, он тоже обладает некоторыми характеристиками. Ну, в частности, вот он гарантирует, что если задано, если он работает против корректного протокола, то вопросов должно быть не меньше, чем вот… Ну, а теперь уже видно, что n-2 плюс n пополам – это как раз и есть 3n пополам минус 2. То есть вот та самая оценка, которую я обещал. Мы просто, глядя на стратегию противника, говорим, вопросов должно быть не меньше, чем столько-то. Потому что вот есть вот столько-то вопросов такого типа, и есть столько-то вопросов такого типа, они заведомо различаются. Потому что стратегия противника обеспечивает, что вот эти две группы вопросов тоже разные. Посмотрите, если я сравниваю монету, которая уже кандидат, с какой-то монетой, которая еще вообще ни разу не сравнивалась, то та, которая не сравнивается, ну, если кандидат самый легкий, та, которая не сравнивалась, станет самой тяжелой. и никакого выбывания из множества кандидатов просто не будет ну вот это метод противника значит у нас будет еще один довольно интересный не очень простой пример применение метода противника но немножко для других функций следующий раз мы перейдем к булевым функциям и уже будет несколько занятий посвященных именно булевым функциям может еще раз сказать в чем там суть этого противника противник противник задает правило как отвечать на вопросы правило вот здесь написано если сравнивается монета которая кандидат самые легкие монета который не кандидат самые легкие мы объявляем ответом что там монета которая кандидат самые легкие легче если сравнивать кандидат самые тяжелые и не кандидат самые тяжелые мы объявляем что кандидат самые тяжелые тяжелее в остальных случаях мы делаем произу даем произвольный ответ лишь бы он был согласован со всеми предыдущими понятно что какой-то ответ можно дать это некоторый алгоритм тоже эта стратегия действий про противника обычно говорят не алгоритма стратегия действий потому что эта ситуация игровая как у нас есть протокол который играет против противника и мы определяем свойства этого протокола свойства именно свойства а свойства именно такой что если стратегия играет против корректного протокола то протокол должен задать достаточно много вопросов вот доказательства этого если протокол корректный он должен корректно определить оба обе монеты самую тяжелую самую ли у но тогда он должен задать не меньше чем н пополам вопросов такого типа и не меньше чем н- morse вопросов от 2 типа и эти вопросы все разные то что они все разные вот это утверждение обеспечивается стратегией противника вот именно вот этим правилам определения стратегии частности она означает что если мы сравниваем то есть выбывание из множества кандидатов что в самую легкую что самую тяжелую возможно только в ситуации когда сравниваются два кандидата самую легкую самую тяжелую во всех остальных ситуациях выбывания не происходит отсюда и получается что вот эти вот вот эти вот вопросы и вот эти вот вопросы различаются так ну хорошо на этом все да да конечно получилось то что нижняя оценка в нашей стратегии из-за противника совпала с верхней да если бы она оказалась меньше нам бы еще пришлось заказывать то что данная стратегия является оптимальной для противника ну понимаете хотелось бы но давайте посмотрим на задачу сортировки вот мы знаем нижнюю оценку знаем верхнюю они не сходятся они ну как бы различаются конечно хотелось бы лучше но точного ответа просто сейчас неизвестно для некоторых маленьких чисел точный ответ найден просто компьютерным перебором понятно что для сравнения даже 12 монет в общем на современных компьютеров что там перебрать нужно конечно делать аккуратно потому что вариантов построение деревьев очень много там есть некоторая продуманная процедура как определять вот эту вот величину нам далеко не все деревья нужны многие сравнения бесполезны оказываются то есть но это это целое дело я про него рассказывать не буду его можно всячески уточнять но полностью задача не решена поэтому мы сегодня рассмотрели очень простые ситуации когда точно верхние нижние оценки просто совпадают значит мы знаем точный ответ дальше мы постепенно будем переходить к ситуациям где это не так и в какой-то момент окажемся в драматической ситуации где разрыв колоссальный но это я чуть позже скажу следующий раз еще пока будет вот хорошо от методом противника мы докажем еще одну очень неплохую оценку метод противника тяжелее освоить но мне бы хотелось чтобы вы это сделали потому что это очень правильное рассуждение которое имеет на мой взгляд большое значение то есть при принципе правильно понимать что есть такой способ подхода к анализу задач алгоритмического типа то есть по сути когда мы применяем метод противника мы как бы против своего алгоритма играем да значит это культурное обобщение того что часто вот если подобные задачи про взвешивание монет естественно даются на всяких олимпиадах кружках и школьники очень часто рассуждают так ну вот в худшем случае нам придется сделать то-то то-то и то-то и всегда возникает вопрос что значит в худшем случае а метод противник этот вопрос снимает не в худшем случае вот у нас есть вообще враг который хочет нас наш алгоритм заставить работать как можно дольше и каждая стратегия врага дает нам некоторую оценку для нашего алгоритма то есть тут уже не возникает вопроса что такое у нас есть вот как конкретная стратегия выбора ответов она конечно должна давать согласованные ответы потому что если противник нам даст такие ответы что один тяжелее 2 2 тяжелее 3 3 тяжелее один то мы скажем ну извини друг ты нас обманываешь то есть ответы должны быть согласованы то есть хотя бы один вход всегда должен быть цель противника поддерживать как можно дольше ситуацию когда возможны не один а больше одного входа которые согласованы с данными ответами и он на каждом шаге вот выбирает ответ так как ему хочется так ну что если еще вопросы да можете пожалуйста прокомментировать вот на этом слайде то что вы обвели фигурной скобкой и поставили больше либо равно чем он пополам взвешивание да почему так да и что представляют собой вот строки там вот смотрите для каждой монеты значит если у нас есть корректный протокол он должен каждую монету взвесить иначе он точно будет некорректный потому что невзвешенная монета может оказаться и самый легкий самый тяжелый согласны да вот теперь я для каждой монеты указываю то взвешивание которое с ним сделано первый раз у нас было какая-то последовательность вешевле в этой последовательности для каждой монеты есть место в котором она первый раз участвовала в взвешивании эти взвешивания могут совпадать естественно скажем если мы первую и вторую монету на первом шаге взвешиваем то здесь будет написано первое высвешенный здесь выписаны первосés но всего таких взвешиваний должно быть хотя бы им пополам почему там потому что потому что у нас монет и на взвешиваем их только по 2 поэтому как как каждое взвешивании может обслужить не более двух монет должна должна быть пополам разных свершений понимая спасибо Словно, мы сначала взвешиваем первую, вторую, третью, четвертую и так далее. Ну, не обязательно, может быть, в каком-то другом порядке. Смотрите, мы сейчас, когда рассуждаем за противника, мы не знаем, как устроен протокол. Мы утверждаем, что как бы ни был устроен корректный протокол, он будет работать долго. Поэтому нельзя сказать, что мы прям первую со второй сравним, третью, четвертую. Мы говорим, что для первой монеты мы укажем то взвешивание, в котором она участвует первый раз. Для второй тоже то взвешивание, в котором она участвует второй раз. Это могут быть совершенно разные взвешивания, зависит от протокола. Тут есть некоторая сложность в анализе, что мы не должны делать никаких предположений о протоколе. Мы должны рассуждать так, чтобы наши рассуждения годились для любого протокола. Но лишь бы он был корректным. Извините, а на последнем шаге, там, где N-2, мы, допустим, просто берем одну монету, начинаем ее сравнивать со всеми, кроме той, с которой мы ее уже сравнили? Нет, нет. Вот смотрите еще раз. Мы не берем монету и не сравним. Противник дает ответы. Это протокол берет монеты и пытается их сравнивать. Протокол в смысле, да. Но мы делаем следующее. Нам хочется сказать, что взвешивание в корректный протокол должен сделать достаточно много. И мы указываем для каждой монеты, кроме тех, которые вошли в ответ. Ну, в конце работы корректного протокола две монеты объявлены. Самая тяжелая и самая легкая. Вот для каждой из оставшихся N-2 монет мы указываем то взвешивание, на котором она выбывает из множества кандидатов. Каждая монета должна войти в множество кандидатов и выйти. Потому что на первом взвешивании она войдет в одно из множеств кандидатов. А потом, за исключением вот этих вот двух, которые вошли в ответ, каждая из оставшихся монет должна и выйти из множества кандидатов. А при каком условии она выходит? Если мы делаем сравнение двух монет в одно множество кандидатов. Скажем, берем два кандидата на самые легкие, сравниваем между собой. Ну, какая-то... Противник может произвольно объявить, но одна из монет при этом уйдет. Из множества кандидатов. Та, которая объявлена тяжелее. Она уже не будет кандидатом в самую легкую. А вторая, наоборот, останется. Поэтому уменьшение у нас происходит только одна монет. И именно поэтому все взвешивания вот этого вот второго класса, они все должны между собой различаться. Потому что за счет выбора стратегии противника мы гарантируем, что на каждое взвешивание уменьшает не более чем на один одно или другое множество кандидатов. Это свойство самой стратегии. Вот этого правила выбора ответа на вопрос. И оно нам обеспечивает нижнюю оценку как раз. Произвольный ответ, значит, он может быть неверным? Ну, в каком смысле неверным? У нас есть уже сколько-то вопросов. Произвольный, но согласованный с предыдущими. Хорошо, я согласен. Я это на словах говорил, но не написал. Значит, необходимое условие для стратегии противника, что вся последовательность ответов, которая дана, должна быть согласована хотя бы с одним входом. Это необходимое условие всегда. Любая стратегия противника ему должна быть ответа. Да, простите, я вас перебил. Что вы говорите? Вот если мы сначала сделали вот эти первые сравнения и разделили все монеты на две части, и потом мы вот берем, сравниваем в одной части монеты, то получается вот, допустим, мы сравниваем самую тяжелую, которую нам надо найти, и еще какую-то монету, то какой нам ответ дает противник? Если по сути эти монеты, мы про них еще ничего не знаем. Нет, смотрите, у нас нет самой тяжелой монеты. Противник дает ответы, которые согласованы с каким-то входом. Только в самом конце мы можем, ну, и то, в данном случае корректного протокола, нет, вход даже не обязан быть определенно однозначным, ответ должен быть определенно однозначным. А полностью вход мы в конце работы корректного протокола, который, скажем, определяет только самую тяжелую и самую легкую, мы не восстанавливаем. Но самую тяжелую и самую легкую мы, конечно, восстановим. Но у нас нет изначально монеты, которая самая тяжелая. Противник придумывает ответы по ходу. Не, я просто говорю, вот если так совпадет, что вот после разбиения на две группы, мы вот берем, сравниваем вот следующее наше вздешивание, шаг, это сравнить две монеты из одной группы. Из одной группы, но тогда противник объявляет одну легче, другую тяжелее. Произвольным образом. А, ну то есть он нас не может обмануть, если у них уже есть какой-то ответ. Уже есть какой-то ответ. В каком смысле он не может обмануть? Ответы должны быть согласованы. Ну вот, я не очень понимаю ваш вопрос, но вот я так понимаю, что вы анализируете вот этот алгоритм. Вот мы вот так вот спросили. Вот у нас получилось, мы разбили на пары, вот сделали такое сравнение. Теперь вы говорите, допустим, значит, ясно, что вот это как раз множество H, а это множество L. Допустим, теперь мы сравниваем вот эти две монеты. Что должен сделать противник? Он может выбрать либо такой ответ, либо такой. Любой ответ годится. Ну, если вы хотите какую-то детерминированную стратегию, ну давайте там у предметов есть какие-то номера, вот он объявит, что легче тот, у которого номер меньше. Но, по сути, важно, что противник в этой ситуации может дать любой ответ. Потому что и тот, и тот ответ со всеми предыдущими вопросами согласован. У вас есть такой вход, что А легче Б, и есть такой вход, что А тяжелее Б. Ну, если у нас только вот эти вот результаты этих сравнений известны. Поэтому единственное ограничение, которое есть на стратегию противника, все ответы, которые он дал, должны быть согласованы хотя бы с одним входом. Он не имеет права давать такой ответ, который, ну, уже ни с каким входом не согласован. Потому что в этот момент, ну, если в игровой терминологии, то в этот момент противнику присуждается поражение. Можно так сказать. Но можно просто наложить такое ограничение, что всегда ответы даются с оглядкой на согласованность с каким-то из входов. То есть они всегда честные, но при этом… В каком смысле честные? Нет. Понимаете, ситуация так… Слово «честные» тут неуместно, потому что в ситуации с противником у нас нет никакого входа. У нас есть противник, который имитирует вход. Ну да, но он уже до того, как мы начали играть, определяет, какие монеты тяжелее… Нет, нет. Он ничего не определяет. Он по ходу дела определяет. Он-то и все делает. Это очень важно. Он ничего заранее для себя не решает. В каких-то простых ситуациях он вообще до самого последнего шага может ничего не решать. Ну вот, когда мы находим самую тяжелую монету, какая стратегия противника? Ну да, очень простая. Он следит только за тем, чтобы… Да вообще ни за чем не следит. Он отвечает как угодно. Вспомните наше доказательство. Как бы ни отвечал противник, наше доказательство с этими компонентами связанности все равно сработает. То есть там вообще стратегия… Почему там и не говорилось про стратегию противника? Она такая простая, что это только запутает. Стратегия противника отвечает произвольно, лишь бы согласованно. И уже вопросов будет достаточно много. Но там задача проще. Здесь уже противник должен выбирать ответы в зависимости от предыдущих ответов. То есть по факту противник просто хочет нас еще на один вопрос навести. Вот его цель, чтобы мы еще один задали вопрос. Противник хочет давать такие ответы, чтобы мы работали как можно дольше. То есть он хочет как можно дольше поддерживать ситуацию неопределенности, что все заданные вопросы, ответы на все заданные вопросы согласованы более чем с одним входом. Потому что как только ситуация стала такой, что все заданные вопросы согласованы только с одним ответом, то все, корректный протокол в этот момент может останавливаться. Корректный же протокол, в свою очередь, тоже может следить за этой ситуацией. Вот он идет по дереву своему. И если на данную комбинацию вопросов и ответов есть ровно один возможный ответ, ну как бы на всех входах ответ один и тот же, то зачем же задавать лишние вопросы? Конечно, в этот момент корректный протокол, ну такой оптимальный, он просто выдаст ответ. И противник действует точно так же. Он наоборот хочет поддерживать ситуацию неопределенности как можно дольше. Для этого он придумывает какое-то правило ответа на вопросы, чтобы ответы на вопросы были с одной стороны согласованы, а с другой стороны заставляли протокол работать как можно дольше. Так, ну что, останавливаемся, наверное. Там в час, небось, кто-нибудь еще будет на этом канале. Или хотите все-таки еще спросить? В принципе, можно еще пока. Какая у нас была функция в этой задаче? В этой задаче функция была такая. Мы перестановки сопоставляли пару. Позиция единицы, позиция двойки. Позиция n, извините, самая тяжелая и самая легкая. То есть, единица, скажем, самая тяжелая, n самая легкая. И нам по перестановке нужно указать пару. Где стоит единица, где стоит n. Вот такая функция. То есть, извините, получается, что, опять, противнику, то есть, если бы он говорил не, то есть, мы сказали, что он говорит и меньше же, если и принадлежит, и алья же не принадлежит. То есть, если бы он говорил по-другому, то в этом случае получается у нас и монета i как бы выкидывается из мышца, и монета j как бы тоже. То есть, у нас... Ну да, могло бы случиться так, что мы выбрасываем из кандидата в монету при сравнении не с кандидатом. И тогда у нас вот эта бы оценка провалилась. Вот тут у нас n минус 2, а если бы стратегия была другой, то мы бы не могли ее гарантировать. Так, ну ладно, тогда, наверное, все. Давайте на этом остановимся. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.